Как восстановить бронхолегочную систему после перенесенной ковид-инфекции? Наши подписчики часто задают нам этот вопрос. Меня зовут Виктор Владиленович Картавенко, я доктор медицинских наук, профессор, врач восстановительной медицины. И если тема восстановления бронхолегочной системы вам интересна, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я сейчас вам покажу несколько приемов, которыми вы легко можете воспользоваться, в целях освобождения бронхолегочной системы от последствий ковид-инфекции. Для того, чтобы не формировалось застойное явление ни в бронхах, ни в легких, ни в пазухах головы. И что же мы с вами делаем? Первый прием чисто гастрономический. Возьмите луковицу вот такой величины, репчатый ли лук, или крымский лук, почистите его, мелко измельчите, или ножом, или в блендере. Добавьте на количество этого лука 30 миллилитров обычного яблочного уксуса. Отожмите эту смесь через марлечку. Разведите получившийся сок 30 грамм жидкого меда и принимайте по 30 капель каждые полтора-два часа в течение светового дня. Пока у вас не кончится запас такого зелья. Второй прием, который очень хорошо помогает нам улучшать качество бронхов, улучшать качество легких, улучшать, повышать экскурсию легких, увеличивать активность дыхательного наших легочных полей, это вот такой вот старый индийский инструмент для метания стрел. Вам же не надо никого поражать, а вам нужно взять вот такую трубочку, вот такую трубочку, и через нее сделать 11 дыхательных движений. Следуйте за мной. Итак, вдохнули, 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 вдохнули. Я понимаю, что вначале кому-то из вас это будет делать достаточно тяжело. Начните хотя бы с 3-5 движений, но заканчивайте, пожалуйста, 11 дыхательными такими упражнениями. Особенностью выполнения этого движения, особенностью выполнения вот этой дыхательной практики является подача воздуха вашей ротовой полости через верхнее небо. Для того, чтобы вы могли это сделать легко, повторите со мной это без трубочки. Вдохните через нос и резко выдохните. Вдохните через нос и резко выдохните. Вы можете это делать, вы можете это делать, научиться это делать пока без трубы, а потом обязательно делайте с трубой. Зачем нам нужна труба? Труба нам нужна для того, чтобы мы с вами форсировали дыхательный акт и включали дополнительные резервные легочные ткани. И третий прием, который длительное время считался достаточно тайным, достаточно секретным, но он тоже связан с дыхательными практиками. Это йоговское упражнение, которое называется клюв ворона. Сразу хочу отметить, что именно эта техника, клюв ворона направлена на а улучшение качества функции селезенки, б на улучшение качества функции поджелудочной железы, на улучшение качества детоксикации вашей ослабленной в результате ковид инфекции печени. Итак, что вы для этого делаете? Вот таким вот образом сложите руки у себя на груди, максимально вперед высуньте язык, сверните его в трубочку и дышите через трубочку языка, максимально задерживая дыхание для того, чтобы потом выдохнуть через нос. Итак, пожалуйста, дамы и господа, вместе со мной сложили руки, язык. Йоги используют это упражнение с целью освобождения печени, с целью повышения качества движения жидкости в организме и делают это три раза в день. На восходе солнца, на высоте солнца и на закате солнца. Вы же можете делать это упражнение один раз или два раза в день, или утром, или утром, или вечером, и вечером. И, пожалуйста, не торопитесь. На сегодняшнем вебинаре мы с вами подробно поговорим и остановимся на тех сигналах, которые вам посылает собственное тело, о необходимости оказания помощи тем или иным вашим жизненным системам. Милости просим, приходите на вебинар и задавайте вопросы. Мы с удовольствием на них будем отвечать. Дамы и господа, теперь у вас на вооружении есть несколько замечательных приемов улучшения бронхолегочной системы после ковид-инфекции или любой другой вирусной инфекции, которая поражает и осложняет ваши бронхи и легкие. Пользуйтесь на здоровье и задавайте свои вопросы в комментариях. С вами был профессор Виктор Владиленович Картавенко. Пользуйтесь на здоровье и задавайте свои вопросы.